Валентина Епаева Хлопка этажом выше, и она, и живущие рядом соседи выбежали на улицу. Я лежала, и в это время очень сильный взрыв получился, я очень напугалась, выскочила. Двое парней каких-то, я не знаю, откуда они взялись, но они прибежали наверх и сказали, быстро вы уходите. При взрыве все окна выбило, даже на противоположную сторону по улице, часовая, балконные двери, балконные рамы полностью тоже выбило. Получившим стресс жильцам дома была оперативно оказана срочная медицинская помощь. В считанные минуты к месту происшествия прибыли полиция, МЧС и другие службы. Один пошел туда, прямо в квартиру, в маске, с кислородным баллоном, прямо там в этом дыму. Это пожарники вообще, это, как говорится, герои, можно сказать. В результате пожара пострадали и соседские квартиры, находящиеся на нижних этажах. Сейчас службами фиксируются последствия происшествия. Было много в моей квартире воды. Мы вычерпали, наверное, ветер 20-30 воды. Помогали все, и соседи, и родственники, если не больше, испортился и диван. По стенам текло, текло по подоконникам, по мебели. Причина взрыва в жилой трехэтажке еще выясняется, но предварительно по сообщению отдела надзорной деятельности речь идет о замыкании электропроводки с последующим пожаром и взрывом газа. Мы сочувствуем квартиры съемщицы, это, понятно, это тоже для нее неприятное явление, но и у нас очень большой ущерб. Надо все теперь восстановить, запах, когда этот весь улетучится, и когда нормальная жизнь даже не начнется. Ранее и точная диагностика заболеваний и их своевременное лечение – главная задача нового центра. Так что теперь чистопольцам не придется ездить в Казань для проведения сложных медицинских исследований. Подробнее узнала наша съемочная группа. Большое еще раз спасибо за такой серьезный подарок городу Чистополь. Мы надеемся, что он дальше также планомерно будет совместно развиваться и двигаться вперед. Такой диагностический центр при поддержке президента республики уже появился в Бугульме и Елабуге в перспективе его открытия в Зеленодольске. А сегодня двери центра распахнулись в Чистополе для жителей семи муниципальных районов. Аклодируем, друзья! Это уже высокотехнологичный уровень здравоохранения Чистополя и новые возможности для диагностики для близлежащих районов. Министр здравоохранения республики Адель Вафин лично оценил возможности нового медицинского центра. Его работа будет организована по принципу частного государственного партнерства. В рамках госзаданий исследования для больных будут проводиться бесплатно. Этот центр подключен к Центральному архиву медицинских изображений. Соответственно, есть возможность сохранять данные, есть возможность передавать их, консультировать специалистами ведущих наших высокотехнологичных центров. Ну и, конечно, они будут работать в единой информационной системе по онкологической системе. Ранняя и точная диагностика заболеваний и их своевременное лечение – главная задача нового центра. Так что теперь больным не придется ездить в Казань для проведения сложных медицинских исследований. А это знаковые события для чистопольцев. И, по словам министра, не последнее. Очень многое делается сегодня в Чистополе для здравоохранения. Строится детская поликлиника, приступили к капитальному ремонту Центральной районной больницы. У нас большие планы в части развития именно второго уровня и внедрения высокотехнологичных методов лечения здесь, в Чистополе. Один из самых популярных и крупнейших проектов в области хореографии и танцевального обучения – танцевальная деревня. Проект проходит по разным городам России. Это уже его 38-й заезд. И состоялся он в городе Чистополь. Танцевальная аллея появилась в самом центре города. Все участники и гости фестиваля стали этому свидетелями. Министр культуры республики с руководством муниципального района стали основателями этой аллеи. Появление еще одной достопримечательности в городе стало символом поддержки танцевального проекта. Я думаю, что у этого фестиваля большое будущее. И мы, работники культуры, работники Министерства культуры будем оказывать всемирную поддержку этому фестивалю. Мы рады вас видеть и дальше. Мы будем развивать этот проект и дальше. То есть мы не остановимся только в танцевальной деревне. Мы, как говорили, это танцевальная гавань России. Вместе с вами, дорогие друзья, дорогие гости, этот проект будет жить и будет развиваться. Вот уже несколько дней продолжаются конкурсные программы. Танцоры из 13 регионов ежедневно проходят мастер-классы у известных педагогов. Кроме занятий, участники фестиваля и активно отдыхают. Они уже побывали на экскурсиях в Казани и Чистополе. Но нигде с таким теплом нас не встречают, как в Чистополе. Спасибо большое жителям, гостям, руководству этого прекрасного региона. На фестивале в честь дружбы и солидарности был представлен символ национальной культуры. Праздничный казахский костюм. Его вручили представители Казахстана, министры культуры, на память о танцевальном проекте. Мы все с вами любим танцы. Правильно. Удачи, успехов, творческого исключения вам. Сегодня во всех многородах Татарстана в рамках реализации программ развития лизинга оборудования, лизинг-грант и развития социального предпринимательства прошли встречи с предпринимателями. Чистопольцы получили возможность задать свои вопросы по участию в этих государственных программах. Нам надо оборудование купить для производства катеров. То есть есть такая мечта. Здесь много помещений. Постою. Такая тема организовать. Андрей Охотников поставил перед собой цель открыть свой бизнес с помощью программы лизинг-грант. Осталось только одно – успеть подать заявку на участие в ней. Именно по этому поводу он и другие предприниматели встретились с представителем Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. На встрече бизнесмена задавали вопросы и консультировались, как правильно оформить пакет документов и на какую помощь они реально могут рассчитывать. Размер субсидий для начинающих субъектов предпринимательства у нас не более 45% и 1 миллиона рублей. Для действующих субъектов предпринимательства это не более 30% и не более 3 миллиона рублей на одного субъекта. Срок же подачи заявки на участие в программе завершается уже 17 июля. Для скорости отправки документов всем было предложено воспользоваться порталом госуслуг для отправки документов в электронной форме. Только после тщательной проверки всех данных предприниматели будут допущены до очной защиты своих проектов. И от того, удастся ли убедить грантовую комиссию в преимуществе своих идей, будет зависеть дальнейшая судьба бизнеса. В Чистополе сразу в трех мечетях организованы духовно-оздоровительные центры. Именно здесь с утра и до вечера с детьми работают опытные педагоги, которые прививают своим ученикам основные знания ислама. Сколько раз мы должны намаз читать? Пять раз, да? В определенное время, да? Намаз. Пишем, значит, намаз. Учиться правильно писать и произносить арабский алфавит, изучать священное писание и читать молитвы. Опытные преподаватели мечети Нур уже знают, как увлечь детей языком и привить им интерес к Корану. Дать правильное понимание об исламе, чтобы они знали, что такое ислам, как правильно принимать ту или иную информацию, как правильно вести себя в семье, как правильно обращаться с родителями, с друзьями, с родственниками, как правильно вести себя, например, в мечети, как правильно обращаться к Богу. Камиль Гибадуллин приехал в Чистополь из Зеленодольска. Сразу отправился в мечеть на занятия с одним желанием – провести каникулы интересно, с пользой и в окружении новых друзей. Я профессионал учился читать намаз, хотя не умел. И моя цель – достичь этого – читать Коран. Ну и, конечно, подкрепить свое здоровье. Программу Духовно-оздоровительного центра предусматривают не только уроки, но и игры на свежем воздухе, занятия физкультурой и обязательное трехразовое питание. Это были основные новости на сегодня. Смотрите наши репортажи на официальном сайте Чистопольских Известий, а также в социальных сетях и на каналах в Ютубе. Пишите, оставляйте свои комментарии, присылайте интересные видео, мы обязательно их покажем. На этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok